Добрый день! Добрый вечер, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи» и я, ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня у нас в гостях Марина Мартынова, руководитель фольклорного коллектива «Лазорьев цвет». Добрый день! Очень приятно, Марина, с вами встретиться в этой передаче. Я очень люблю фольклорное искусство и считаю, что это очень необходимо, особенно для нашего современного человека, потому что мы в этом быстром мире, информационном, мы забываем о своих корнях. И одна из задач нашей передачи – это сохранение культурного пласта, культурной истории. Бывают люди, которых вообще никто никогда не слышит. Я их приглашаю на передачу. И, во-первых, это видео остается. А, во-вторых, люди смотрят и людей это подвигают. Люди пишут, люди восхищаются и просят еще. Потому что бывают такие таланты, которые как под спудом находятся. Им не дают нигде дороги. Вот они пишут в стол, и обязательно надо реализовываться. Ну, я насколько знаю, ваш коллектив уже существует 8 лет, да, где-то? Девятый год. Девятый год. Это очень тоже тяжело сохранить коллектив столько лет. Вы создатель, да, этого коллектива? Да. В сентябре 2012 года мы стали заниматься. Расскажите немножко, да. Вы знаете, очень интересно у нас получилась история. Я закончила в 2008 году Институт культуры и искусства, кафедра русско-народного песенного искусства. И потом проходила педагогическую практику в Школе русской традиционной культуры горница, Дом детского творчества «Современник». Потом там работала. Потом ушла в декрет. И когда была в декрете со второй своей барышней, у нас есть большой приход Иоанновского монастыря. И позвонила с одной из общин, знакомая моя, говорит, «Мари, надо поводить хороводы на базе приходской в Белоострове для съемок фильма «Образ женщины через века». Я говорю, ну давайте, костюмы есть, есть. Вот надо собрать народ и поводить хороводы. Я говорю, ну давайте, взяли мы обычный хоровод, ну как обычный, простой хоровод вдоль Пау... Северный хоровод взяли и разучили. Приехали на эту базу, сняли фильм. У нас был один день съемок, потом через неделю еще один. И так мы как-то сплотились. У меня была идея. Не захотелось расставаться. А давайте попробуем. Да, потому что мне было время уже выходить на работу, и надо было что-то менять с работой. «А давайте соберемся». Ну вот, решили собраться. А где репетировать? Выяснили, что можно прийти в подростковый одежный клуб «Чайка» и там начать репетиции. И вот в сентябре 2012 года мы собрались. Нас было со мной еще пять человек. Два парня и три барышни. И так начали мы по два раза в неделю заниматься. Я профессиональный музыкант, поэтому занималась ребятами постановкой голоса, развитие дикции, развитие речевого аппарата и развитие вокальных данных. И постепенно у нас ансамбль расширялся. Люди приходили. Год я отработала волонтером. Потом официально уже с 2013 года я работала. Тогда у нас был педагоги доп. образования. Сейчас официально мы относимся к молодежной политике, поэтому руководители клубных формирований. А где, в каком клубе сейчас? Сейчас мы работаем в молодежно-патриотическом центре «Мир». «Мир»? Да. На улице «Мира». Это на Петроградке, да? Да, да. В Петербурге. Да, да. Немного переместились географически. Но также Петроградка, да. И все это время вы все это держите в своих руках? И всех людей, и все перемещения, уход, приход, все внутренние переживания. В коллективе же это столько, кто рожает, кто на операции. Один влюбился, другой женился. Это тоже все. Есть это живой организм. Вы знаете, у нас так сложилось в коллективе, что мы не закрыты для людей. Любой человек может прийти, научиться петь, реализовать свои таланты и желания. Ну, по возрасту, конечно, есть ограничения. Вы знаете, мне сразу захотелось с вами попеть. Честно признаться. Единственное, есть ограничения по возрасту. А, меня не возьмут. В качестве гостя прийти к нам можно. Вот, дожил я до такого времени. Не берут меня в ансамбль. Порой приходят ребята и говорят, а очень хочется петь. Но у меня нет слуха, или у меня нет музыкального образования, или голос у меня тихий. Я спрашиваю, желание есть? Желание есть. Фольклор нравится? Нравится. Добро пожаловать. Тогда давайте послушаем первую песню сегодняшней передачи. Как она называется? Это духовный стих. Вообще, духовные стихи — это огромный пласт русской традиционной культуры. Это как разговор человека с Богом вне богослужения. То, что пелось людьми, особенно постом, особенно великим постом. Мы с ребятами в период Великого Поста петь-то все равно хочется. Но мы отставляем в сторону все плясовые танки и карагоды и поем духовные стихи для себя. Есть задумка. Все восстановится, и, возможно, у нас получится сделать вечер духовных стихов, так, чтобы пригласить людей, просто послушать. Меня приглашать обязательно. Хорошо. В первом ряду. Да. Духовный стих по улице, по широкий. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Отдушина для души человеческой Человек в пении постепенно раскрывается За столько лет работы Я ещё раз в этом убеждаюсь Что когда люди приходят петь Приходят в коллектив Кто-то приходит прям так широко Я пришёл Кто-то приходит скромно, тихо Но раскрывается каждый И находит своё место Как пазл такой складывается складывается. Ну, разное по характеру всякое бывает. Я поначалу, когда только стала работать, очень болезненно воспринимала, когда люди уходили. Ну, хотя сейчас я понимаю, что это естественный процесс. Любого коллектива, значит, он живой. Вот приходит, уходит. Никуда ничего просто так не пропадает. Совершенно верно. И на человека это все повлияет и на его жизнь когда-нибудь. Понимаете, в какой-то момент это ему сыграет очень хорошую роль. И вы просто в это вкладываетесь. Когда вкладываешь душу, когда это неформально. А вы знаете, недавно я столкнулся с таким случаем. В общем, одна девушка, она искала... В общем, у нее зажим был. Вот. Ну, в общем, это тоже на психосоматику и на настроение и все это, депрессии всякие. И вот она пришла к выводу, что где-то у нее зажим. То ли психологов наслушалось, современных. Она пошла делать массаж. И вот какой-то массажист, он нашел, что у нее диафрагма. Ну, в спазме находится. Постоянно. То есть у нее в детстве был испуг. Видимо, сильный какой-то. И диафрагма, она вот постоянно как-то вот спазмировалась. Она не могла дышать. Хотя она... Да, дышать даже. Бывали такие. Она заикалась некоторое время. А сейчас она стала петь. Вот. И у нее этот... Благодаря вот этим вот таким действиям... И она... Она услышала себе совсем другой голос. голос. Она боялась своего голоса. И когда у нее расслабили эту массажа, диафрагму, она запела. И палился. Голос палился. Вот так это очень важно. Вот это... Испуги наши всякие. Какие-то проблемы детские. Какие-то... Даже обиды. Ну, что угодно. Человек схлипывает, да, когда его обидели. Он плачет. А это же все в дыхалке. В общем, с этим сталкиваешься постоянно. Но, однако, пора слушать вторую песню уже. Зацветала улозе глаза Ой, да засветала улозе глаза Ой, да голубые у ваши глаза Ой, да голубые у ваши глаза Ой, да на свет белой Ами не глядят На свет белой не глядят Ой, да про любовность Ами говорят Про любовность и говорят Ой, да про любовность Ами говорят Ой, да я любила Просе одного Я любила На бог Ой, да я любила Просе одного Ой, да звездно влажно Пою Слезно плакала Пою Ой, да слезно плакала Младше да пою О, мой да Побеленьки Пое по свою Побеленьки по свою О, мой да Побеленьки Пое по свою О, мой да О, мой да Что я на меня Милый позабыл Что я на меня Позабыл Что я на меня Милый позабыл Какая печальная и грустная история Вот И даже хочется плакать От сострадания Хотя Вот С нашей точки зрения Духовная Это такая Как это можно назвать Сентиментальная Душевная Можно сказать Душевная Переживание Переживание, да Духовного Там мало Но все равно Господь же Не просто так Нам дал чувства И Любовь Конечно Всегда Просто бывают Такие печальные ситуации Что вы об этом думаете? Ну это тоже Часть жизни Это одна из сторон Проживания человека Его жизненного пути И С ребятами Мы когда поем Зачастую протяжные Они все Про несчастную любовь Это не значит Что не было Счастливых семей Да Хороших взаимоотношений Конечно Были И тогда И сейчас Но Когда человек Проживает это в песне Вот Ну как У каждого была Какая-то первая любовь Которая была несчастна Потому что она первая И вот это проживание Где-то отпускание ситуации Где-то просто вот Ну вот Спеть И отпустить И Ну это здорово Здорово Хороший способ Такой Психологический эффект От пения Вот ходят Бродят по всяким психологам Да В интернетах сидят А ты Сходи Попой И ты все это Сам на себе Может сказать Переживешь Вот эти все ситуации А не будут тебе тут Объяснять Что там происходит Внутри В внутреннем мире Потому что Все индивидуально У каждого человека Индивидуальное переживание Ничего от похожего нет Одного вообще Все Все равно А другой Очень сильно переживает Бывает однолюбый Вообще даже Ну всякое бывает Конечно Да Люди совсем разные Ну у вас И Как у вас Вашем Репертуаре Духовного Много И Фольклор Наверное Не всегда Тут есть Разные еще вопросы И подводные камни С фольклором Вы же знаете Вот Мы все время С Ниной Николаевной И Артеменко Все время Она Она так радеет Она так Все переживает Когда Говорят Что это Язычество Что это То есть Они путают Традиции Народные традиции И язычество Вот Что это уже Наша культура Это уже В наших корнях Это уже В нашем Генофонде И что это все Нужно человеку Вот А есть Предвзятые отношения Вот Хотелось бы Тоже ваше мнение Об этом Услышать Вы знаете Мы изучаем Южно-русскую Песенную традицию Почему? Потому что В институте Когда я училась Так получилось Что я попала Как раз в поток Где были Песни Белгородской Области Курской Вот они Я к ним прикипела Не они ко мне Конечно А я к ним И С ансамблем И костюмы у нас Курские Мы стараемся Чтобы это было Максимально приближено К этнографии То есть Понятно Что шиты они На современной машинке С современными тканями Но максимально приближены К тому Как это было Для меня это важно Ребята Когда приходят Особенно девчонки Потому что костюмы Посмотрите Они такие Очень яркие Как курочки Эти пояса Платочки Банты сзади Все такое На противоположности На контрасте Эти цвета Не каждый Оденет такой костюм Парням Немножко проще У них рубаха Да пояс С портами С сапогами Вот А у девчонок Посложнее Но Объясняю Каждый раз Каждому приходящему Они постепенно Потом Входят И одевают Эти костюмы И нравится И замечательно Все происходит Что так носили Это праздничный костюм Курской области То же самое И с песнями Вот в своей работе Максимально Тоже стараюсь Чтобы И диалект освоить Насколько мы можем Современные люди Освоить диалект Жителей Курской области Этих сел Замечательных Но Стараемся И Часто Ну Какой-то концерт Приглашают Так Давайте что-то повеселее Чтобы сейчас Вернулся Давайте все-таки Мы споем Хотя бы одну лирику Если это Какой-то Праздник Посвященный Государственным праздникам Посвященный России Мы стараемся Вернуть Духовный стих Если нам это Позволяет организатор С большим удовольствием Мы это делаем Что касается Какого-то соединения С другими направлениями Мне это не близко Мы стараемся Мы такие Консерваторы Слава Богу И правильно делаете У нас Время-то Бежит Надо Наверное Какие-то сюда Мне надо Передачу Песочные часы Ставить Да Время очень близко Получасовые Песочные часы И Чтобы мы чувствовали Время Сейчас Надо Наверное Все-таки Спеть песню Что это будет За песня Тоже Одна из первых Это танок Село Бегичево Баянского района Курской области Танок Как у наших у ворот Танок Это вид хоровода Карагот Курский Это когда только по кругу И с музыкантами Еще в центре Это как Тимоне А танок Это когда Еще разные фигурки И соединяются в круг Но на записи Мы только поем Не водим А вот У нас была вечерка Буквально недавно На прошлой неделе Вот мы поводили С гостями В танке важно ладить Пригласите меня как-нибудь Хочется немножко Душу Обязательно Отдохнуть Хорошо Обязательно пригласим Спасибо Господи Послушаем Как у наших у ворот Собирается карагон О-о-о-о-о Ой-лю-ради Ой-ля-ли Собирается Карагон Широкое Озера Воды Ой-лю-ради Ой-ля-ли Широкое Озера Воды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие мои, наша передача подошла к концу. У нас в гостях была Марина Мартынова, руководитель фольклорного ансамбля «Лазорьев цвет». Спасибо, Господи, Марина. Божья помощь тебе. Спасибо, Господи. Божьей всем помощи и Божьей благословения. Субтитры создавал DimaTorzok